Храмы идут от того, что они чувствуют себя духовным, нездоровым. Не стоит людей, ходящих в храм, как-то пришивать им крылышки. Такие же люди, как они. А мы себя этим отгоняем. Тем, что ходит в храм мой недруг, человек, с которым я поссорился, и до сих пор не могу помириться. И тем самым отдаляем себя от Бога. Часто людям просто страшно. Страшно. Что им? Ну, то, что ничего не знают, не умеют. Не понимают. Страшно. Да нет, скорее не желают понимать. Ведь мы прекрасно изучаем всякие новые языки. Язык компьютерный. Но не хотим открыть словарь и посмотреть, что значит паки и паки. Снова и снова, вновь и вновь, давайте помолимся. То есть мы говорим, да я не знаю славянского языка. Но при этом мы знаем и матерный, и компьютерный, и еще массу всего. Потому что мы хотим это. Сегодня не советское время. То есть сегодня масса магазинов открыто православных, бесплатных библиотек, масса замечательных дисков, православных порталов великолепных. Было бы желание. Если оно будет, человек все это изучит. Человек придет. В конце концов, у нас каждый день в храмах люди обещают Богу, к сожалению, не выполняют обещания, когда крестными становятся. То есть не обещают и Богу, и священнику, и родителям ребенка, и своему ребенку, что они его приведут к вере. И только по их обещаниям священнику дерзают крестить младенца. То есть по большому счету, я не могу крестить маленького человека. Потому что Христос сказал в одном месте, научите и крестите, а в другом, кто верует и крестит, тот спасен будет. Он верует? Ну, не знаю, вот это Иванович Христос верует. Но приходят добрые крестные, говорят, батюшка, ну мы-то знаем, мы-то умеем, мы-то, ну мы все объясним, мы будем носить в храм, водить в храм, рассказывать, показывать. Мы все сделаем. И священник по вере этим людям, которые, как правило, будут крестить ребенка. Я всегда у всех призываю, что, ребята, к этому относитесь серьезнее. И даже если вы сегодня этого не знаете, то вот-вот-вот есть места, где вы можете это почерпнуть. Если вам жалко самих себя, если вы действительно хотите доброго этому малышу, то вы это узнаете. И сами придете, и вы приведете. Хочется надеяться, что хоть кто-то это слышит. И становится по-настоящему крестным. Потому что, еще раз говорю, Господь создал нас свободными, и, ну, раз уж мы сами пришли в храм, переступили порог, крест надели, ну, простите, ну, будь любезен уж. Ведь никто не будет платить зарплату человеку, который устроился на работу, куда не ходит. А человек может ходить и показывать корочку. Видите, у меня трудовая книжка. У меня вот, видите, на работу прямо. Также человек может крещеный показывать свидетельство о крещении, что, видите, вот на ней отвечает, что я православный. А, де юри, да, а де факто, нет. Вот это, мне кажется, сейчас самая большая беда наша. То, что люди, называя себя православными, таковыми не являются, и боятся ими быть. Я вот на сайте, вот, Сандро как-то там полемику развел, о, вы, меня там засыпали просто. Потому что люди боятся, боятся, когда им напоминают о том, что они христиане, люди просто боятся. Иногда люди боятся всяких там господь через денег. Пачка. Даже стесняются посмотреть, потому что понимаешь, что в храме-то уже полгода именно. А исповедоваться забыл, когда исповедовался вообще. А жизнь-то свою не меняю. Она на крест там редко смотрит. Я только увидел священника и вспомнил. Ну, страшно становится. Поэтому я говорю, что в маленьком поселке в этом плане, наверное, сложнее, если друг друга все время навезут. Сложно сказать. Нет, тут самое главное фильтровать то, что слышишь. То есть если слушать сплетни, и то, что там, кто про кого говорит, это все сразу, можно себя хоронить в духовном плане. Просто надо жить и делать свое дело. Священнику молиться, руководителю, управлять. И так и будет помогать. За пределами храма вы занимаетесь педагогической действительностью? Потому что вы же тоже должны людям, может быть, в магазине быть столкнулись с вами. Книжки пишу. Нет, ну вот в магазине вы зашли, два человека ругаются. Вы там учите, или что-то скажете? Не, ну, безусловно, скажем. Как и в магазине, не в магазине. Сказать можно по-разному. Смотрите, видите, забор. Из-за этого забора как-то там жил в домике человек такой. Сложно. По матам ругался, кричал, помидоры кидал сюда, соленые, на территорию храма. Однажды мужика увидели, и, батюшка, мы еще пойдем ему объясним. Я говорю, не ходите. Вот лучше зайдите в храм и помолитесь. Чтобы Господь в мозг добавил.